Здравствуйте! Сегодня четверг, 12 декабря. Сегодня исполняется 20 лет Конституции России. Еще до недавнего времени мы в этот день отдыхали. 12 декабря был выходным днем. Есть мнение, что Конституцию России надо менять, причем менять радикально, потому что нынешний основной закон трансформации поправками не поддается. Такова позиция нашего сегодняшнего гостя. Это Степан Сулакшин, гендиректор Центра научной и политической мысли и идеологии. Здравствуйте! Добрый день! Также в течение программы «Парадокс» в течение этого часа мы попробуем дозвониться до Геннадия Бурбулеса и сенатора Руслана Гатарова. Тоже попробуем обсудить как необходимость введения новой Конституции, так и послание президента Российской Федерации Владимира Путина. Уважаемые радиослушатели, звоните нам по телефону 6510996 либо пишите нам на сайт финанс.фм на страничку программы «Парадокс» с вашими тезисами, с вашими вопросами, с вашими комментариями, как по поводу нашей сегодняшней темы, это проект новой Конституции России, так и по тезисам и выступлению президента Владимира Путина в его послании народу России. Ну и я обращаюсь к Степану Степановичу с простым вопросом, в чем необходимость проекта новой Конституции. Вы, представляя меня, заметили, что у меня есть мнение. Я отношусь к такому промыслу научно-экспертному, в котором мнение не важно. Там важна научная реконструкция и обоснованный результат-вывод, который можно доказать и в том числе показать, насколько он важен, значим для, для кого чего. Для нашей страны, ее безопасности, устойчивости и успешности развития. Для жизни каждого гражданина в нашей стране. И вот эти вопросы, как живем, как развиваемся, куда, к каким целям движемся, и вообще страна ли мы, и народ ли мы, или куча людей, которые каждый сам выживает, как может, как хочет, не зная, куда мы все идем вместе, все это зависит от основного выбора и документа страны. Называется Конституция. Это документ не просто закон. Есть ошибочное мнение, что Конституция – это юридический основной закон, который устройство власти, правовые порядки, там устройство административно-территориально, описывается и все. Остальное разбирается рынок, люди, индивидуумы. Это узкое представление. Только 14% Конституции мира таковы. Остальные не таковы. Остальные еще задаются вопросом, а как устроена жизнь в стране для людей? Как осуществлен ценностный выбор в экономике, в финансах, в отношениях национальных, в отношениях к мировоззрению, к ценностям и так далее. Поэтому Конституция, кроме правовых порядков, еще и провозглашает ценностный выбор страны, народа, высшие ценности. Это политически мобилизующий, такой манифестирующий смысл документа. И третье, что тоже очень важно, и здесь мы принципиально противоречим либеральному минимализму, Конституция описывает государственное управление в стране. Она задает государственно-управленческий манифест и пирамиду. Три в одном получается. Наша же Конституция задает права и свободы человека никакой ничьей обязанности и ответственности за их наполнение. Там просто нет этого механизма. Права объявлены, но рядом ничьих обязательств и ответственность за наполнение прав реалиями не указано. И результат простой. Каждый это в своей жизни, и человек, посмотрев в окошко, сейчас, вот прямо в эту секунду, может увидеть. У вас есть право на жилище? Ну так идите и попробуйте его реализовать. У вас есть право избирать и быть избранным? Ну избирать попробовали. Единой России приписали голосов в два с лишним раза. А вы попробуйте идти избраться депутатом, и уж не говоря там о том, о президенте. Поэтому права в нашей Конституции, свободы, они номинированы, но они не гарантированы. И получается все очень просто. Об этом Медведев, когда был президентом, сказал, я цитирую дословно. Вот вам норма из Конституции. Права и свободы человека – это высшая ценность. А вот вам цитата Медведева. Бедный не может быть свободным. Так кто у нас может быть свободным и иметь права? Богатый. Сколько их? Меньшинство. Кроме того, это транснациональное меньшинство. Вот и получается, что наша страна имеет Конституцию, которая была принята страной в состоянии побежденной. И это не просто красивая фраза. В мире есть всего лишь четыре страны и Конституции, которые принимались в момент разгрома страны. В момент, когда страна была побеждена. И победитель, естественно, ей диктовал, какая Конституция должна быть. И это Веймарская республика после разгрома Германии в войне. Во Второй войне разгром фашистской Германии и послевоенная немецкая Конституция. Послевоенная австрийская Конституция и российская Конституция. И только в этих четырех написано, общепризнанные международные нормы и принципы являются составной частью национального законодательства страны и обладают верховенством по отношению к собственным законам России. В частности, вопрос, где суверенитет? Вот и понимаем, что Центральный банк России, который, это Конституция, выведен из системы государственных органов, превратился в коммерческий банк по делам экспорта углеводородного сырья на Запад. А эмиссионная рублевая функция, которую он производит, осуществляется не из интересов развития страны, а, внимание, в силу так называемого currency board. Это в объеме, эквивалентном валютной выручке, поступающей в страну и детский вопрос. А кто этот объем определяет? Заказчик, где он находится? За рубежом. И от суверенитета финансового ничего не остается. А в результате демонетизации экономики на сумму уже около 4 триллионов суверенных долларов. Их в обороте нет. Вот у Китая есть, там монетизация 200% КВП, он дает плюс 8% КВП в кризисе 2008 года. А у нас демонетизация Центробанком сделана, 40% ВВП денежной массы, мы даем минус 8% ВВП в условиях кризиса. Сейчас Китай развивается, а мы вползаем в стагнацию, на самом деле уже в падении ВВП и в экономический кризис. И вот, что бы вы ни взяли, по принципиальным вопросам, мы видим, что это конституция побежденного государства, он обслуживает не наши национальные интересы и решает не проблему национальной безопасности России, а работают национальные интересы иных стран и геополитических регионов. А чего стоит, например, это очень забавно, принципиальное утверждение, почти дословно, что политические лидеры, государственные руководители, должностные лица и государственные органы власти не несут никакой ответственности за результаты их деятельности. Буквально написано как. Государство имеет в ведении такие-то вопросы, там экономику, социалку, транспорт, оборону, еще что-нибудь. Но заметьте, иметь в ведении и не иметь ответственности за результаты этого ведения – две большие разницы. Вот у нас они и ведают, а страна тотально, практически по всем показателям своей жизнедеятельности деградирует. Но ведь ни одно должностное лицо, ни одно выборное лицо не несет за это ответственность. Они переизбираются раз за разом. Достаточно осуществлять политические технологии, трюки на выборах, и можно избираться бесконечно, доводя страну до очередного кризиса, очередной революции, очередного развала. Поэтому эта конституция либеральная, десуверенизирующая нашу страну, контрсоциальная, она несовместима с успешностью России. Она как чертеж страны, а не просто декларация нормативно-правовая, она программирует деградацию России. И это же факты. А последний факт, ну как дело совершенно естественное и нормальное, примерно раз в 15-20 лет во всех странах мира конституции меняются, отражая новые реалии. И сегодня, кстати, Путин, ну и не только сегодня, сказал, что это не догма, что поправки могут быть. Степан Степанович, мы продолжим, мы прерваемся на полторы минутки новостей. Уважаемые радиослушатели, звоните 65 10 99 6. Боюсь, размеров этой программы не хватит для того, чтобы охватить все 50 разделов и 240 статей этого документа. Проскользнем по некоторым из них. Степан Степанович, в проекте новой конституции предлагается вновь ввести понятие вице-президент. Не повторим ли мы ситуацию 93-го года, когда вице-президент Рудской восстал против президента Ельцина? Узнаем. Ну, во-первых, уточним, о каком проекте идет речь. Действительно, проект новой конституции, который разработан в нашей научно-экспертной группировке, в центре, с текстом можно познакомиться на сайте rusrend.ru, rusrend.ru. И вопрос вы, как бы, вынули из контекста. Там целая глава посвящена устройству государственной власти. Там новых решений достаточно много. Главный из них принцип такой. Если на сегодня мы видим в силу действующей беспомощной конституции, которая оставляет большие поля умолчания и произвола, монополизацию власти, ведь никакого разделения ветвей законодательно-исполнительной, судебной, как мы видим, нет. Все это сконцентрировано на президентской, не ветви даже, а площадке, которая ныне называется глава государства. И вот эта монополия, как везде и всегда, источник загнивания, снижения качества государственного управления и результативности. Поэтому в новой конституции вот эту проблему восстановления механизма сдержек и противовесов, баланса между ветвями власти по горизонтали и по вертикали, мы постарались расписать детально, при этом применяя очень важный юридический прием. Нельзя только номинировать, назвать какую-то норму и решение, нужно выписать механизм, который гарантирует ее реальное воплощение в жизнь. Поэтому для того, чтобы власть была сбалансирована между ветвями, не загнивала в монополии, президент становится одновременно руководителем правительства, ну как в Америке. Он хоть за что-то начинает отвечать, реально, а не манипулировать то техническое правительство, то политическое правительство, то правительство посиди, кресло погрей, а потом я туда сам вернусь, ну и так далее. Это раз. Второе. Почему введена позиция вице-президента? Дело в том, что президент может заболеть, он может умереть. Не дай бог там, как с Кеннеди, с ним могут поступить. Он может временно быть в отпуске и так далее. Поэтому всегда существует проблема перехода временного или постоянного форс-мажоре для следующего ответственного лица. На сегодня кто это ответственное лицо? Это премьер-министр или этот самый председатель Государственной Думы. Но если мы совмещаем президента с премьер-министром, то тогда кто будет ответственное лицо как бы на подстраховке? Это одна важная причина. А вторая важная причина, друзья, ну должны же вырастать будущие президенты. Ведь невозможно продолжать нашу практику, когда обычного человека с улицы, то ли в Питере, то ли в Новосибирске, то ли в Москве, берут за шкирку и говорят, иди будешь президентом. У нас есть звонок, если не возражаете, Степан Степанович, мы потом продолжим. И у нас на связи Руслан Готаров, это сенатор и член Генерального совета партии «Единая Россия». Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Руслан, вот насчет беспомощности нынешних законов. Действительно ли нужна замена Конституции или может улучшить механизм, который бы позволял исполнять законы и положения старого документа? Мне кажется, что Конституцию трогать нельзя. Вот на данный момент есть там у нас за последнее время две правки, которые, на мой взгляд, там дух Конституции абсолютно не трогают. Все остальное нужно делать крайне аккуратно после длительной дискуссии, которую должно проводить профессиональное сообщество, общественники, законодатели. И только в этом случае, когда мы точно убедимся, что это нам необходимо, только так. Вот я не очень, не расслышал, кто был в эфире до меня. Степан Степанович Сулакшин, гендиректор Центра научной и политической мысли и идеологии, один из составителей проекта «Новой Конституции». Мы до сих пор в эфире. А что, у нас есть проект «Новой Конституции»? Да, у нас есть проект, да. Я думаю, что их много, таких проектов, и... А я могу вмешиваться, нет? Но мы точно не собираемся «Новую Конституцию» принимать, это однозначно. Руслан, вы только когда говорите «мы», объясните, кого вы имеете в виду, потому что есть еще народ в России, кроме нас с вами. Есть федеральное собрание, которое представляет народ России. Я представляю Челябинскую область, в частности. Родился и вырос там, был депутатом законодательного собрания. А вы кого представляете? Вот это тоже второй вопрос. Хорошо, тогда вот у меня еще вопрос, Руслан, по поводу послания президента Российской Федерации. Что бы вы выделили, на что бы сделали упор? Ну, там последовалось четко несколько блоков. Экономический блок о том, что хватит... Ну, то есть, четкий посыл президента о том, что хватит все пинять на кризис, что все плохо, дайте денег федеральному центру. Ребят, давайте работать. Давайте создавать новые предприятия. Давайте создавать нормальную юрисдикцию. Давайте освободим от налогов новые производства, новые бизнесы. Для того, чтобы через какое-то время они начали приносить деньги в казну. Давайте с афорами бороться по-настоящему. И те предложения, которые озвучены, они, конечно, революционны. И несколько бизнесменов из Думы не очень счастливо восприняли это. Вот они там недалеко от меня сидели. Весь зал хлопал, а они как-то загрустили. Придется вернуть остатки. Все, что там есть, потому что иначе нельзя будет нормально работать в России. Хочешь зарабатывать в России? Плати налоги в России. Мне кажется, это абсолютно адекватная история. Нынешние законы позволяют исполнять вот эти все рекомендации, пожелания президента? Или все-таки нужна корректировка? Нет, нынешние законы нет, конечно. Мы должны сейчас под послание, на основании послания будут соответствующие поручения президента. И плюс он уже дал конкретные поручения федеральному собранию и правительству. О том, чтобы заменить ту или иную законодательную базу. Этим будем заниматься. То есть мы в ближайшем будущем станем свидетелями корректировки и трансформации нынешнего закона Российской Федерации? Российский закон меняется регулярно и постоянно, потому что меняется жизнь. Возникают новые сферы экономики. Меняется экономика. Она каждый день меняет. Мы сейчас отстаем. Вот как раз он коснулся налогообложения, интернет-торговли и вообще ее систематизации. Но это реально уже во многих странах уже давно работает. Мы только приступаем. У нас большая дискуссия по этому поводу. Президент призвал провести ее быстрее и принимать закон. Потому что интернет-торговля – это огромные деньги. Плюс она может убить реальную торговлю, если ее вовремя не скорректировать. Большое спасибо. Спасибо вам, Руслан. На связи с Финам.фм был сенатор Руслан Гатаров. Он также является членом Генерального совета партии «Единая Россия». До свидания. Степан Степанович, остается прокомментировать. Действительно, стоит прокомментировать. Во-первых, очень интересная фраза. «Мне кажется, что Конституцию трогать нельзя». Ну, это фраза для такого светского разговора. А если это разговор ответственных профессионалов, то, мне кажется, неприемлемо. Нужно понимать, о чем говорим. Нужно знать, как решить проблемы, которые перед страной стоят. Я в Челябинской области тоже был. И провел онлайн-голосование в правительстве Челябинской области с вопросом, куда движется страна, в сторону успешности или она деградирует. Большинство в правительстве Челябинской области в то время ответили на уровень 70%. Страна деградирует. Это к вопросу представителей Челябинской области. Степан Степанович, разрешите немножко перебью. Вчера у нас была программа, которая была посвящена иностранному бизнесу в России. И у нас были представители очень крупных компаний Италии и достаточно серьезного бизнеса из Франции. Они не лукави, а честно признали, что вести бизнес России с русскими людьми, с гражданами России, с народом России становится с каждым годом все проще, лучше, включая и налоговые органы, и другие госорганы, и включая реалии, включая высокие технологии. То есть, с одной стороны, конечно, где-то идет затухание, но с другой стороны идет развитие. И это признают даже люди, которые не ангажированы властью. Мы специально проводим экспертные мозговые штурмы по вопросу, чего хорошего, где идет позитивное развитие. Вы упомянули там высокие технологии, а я вам могу дать экспертные цифры. Как, какими темпами экономика становится все более сырьевой, и как она сворачивает высокие технологии. Как уменьшается объем инвестиций в эту сферу, об иностранных вообще не стоит говорить, их там минимум. В общем вале инвестиций в России не более 5% иностранных инвестиций. А вот собственные, которые в числе госрасходов, которые правительство опять собирается уменьшать, они составляют там 12-18%, не более того. Остальное все на подсосе предприятия. А ты пойди прокредитуйся под ставку, которая от ставки рефинансированного центра банка, безумная, внеэкономическая, спекулятивная, грабительская. И все это называть условиями для ведения бизнеса. А узнает хотя бы ваш сенатор и вы, что российский бизнес кредитуется за рубежом. Он уже закредитован там более чем на 550 миллиардов долларов. Это есть несуверенная политика финансовая, механизм, который диктует российской экономике. И российские основные фонды в залоге под эти кредиты. Почему? Вот сейчас ЦБ начинает регулировать именно ставки. Да он ставку делает выше индекса инфляции. Нет второй страны в мире при таком нормативе. Ставка рефинансированной России в десятки раз выше, чем в сопоставимых странах Европы, Америки и Востока. Я о программах ЦБ, которые адресно кредитуют предприятия по пониженным ставкам. Продолжим через буквально полторы минуты. Оставайтесь с нами. Или звоните 65 10 99 6. Проект Конституции провозглашает светскость российского государства. В то же время текст присяги президента, который предлагается в документе, начинается со слов «Клянусь перед Богом». Нет ли здесь парадокса? Спросим у одного из составителей авторов проекта новой Конституции России Степана Сулакшина. Это очень серьезная и глубокая тема. И проект провозглашает не просто так, как в действующей Конституции. В действующей написано «Россия – светское государство, религиозные организации, отъединенные от государства». И точка. Но у нас написано иначе. Россия – светское веротерпимое государство. И важнейший институт, обеспечивающий успех любой страны – это институт, формирующий мировоззренческую картину у человека и общества в этой стране. Прежде всего, ценностную картину. Уже тысячи лет этим занимались религии. Конечно, не секта, не человека, ненавистнические, искусственные такие тусовки. Центральной религии мира – это прежде всего институт, который формировал ценностный выбор общества. Выбор, который человека делает человеком, а не только животным, озабоченным желудком и тем, что там пониже желудка. В обществе, конечно, государство должно формировать эту картину через образование, культуру, через пропаганду, рекламу, через просвещение. Но в действующей конституции написано «государственная идеология запрещена». Единая ценностная картина у страны, у сегодняшней России запрещена, а ее нет. Но если нет ценностей, невозможно ставить цели. Не поставив цели, не получишь развитие, что мы в России и имеем. Поэтому новый проект на этот вопрос отвечает иначе. Вера, религия – это не сумасбродство, это не мракобесие. У нас недавно вышла фундаментальная научная работа, которая называется «Религиозное и научное познание, общее и отличительное». И религиозное знание – это удивительно достоверная картина окружающего мироздания. Она дана людям была давно и в определенной форме, мифологической, аллегорической, очень специфическим языком переданной. Но относиться к этому как к мракобесию – вот это есть мракобесие. Поэтому, конечно, умное государство должно с уважением относиться к столь давним, культурным, традиционным и, хотите, познавательным, гносеологическим, когнитивным традициям, которые содержат в себе религии. И плюс еще одна вещь. Ведь религиозное объединение – что значит отъединение от государства? Их деятельность, их законный мандат во многих сферах совпадает с мандатом государства. Социальная деятельность, милосердие, миротворчество, образование, печалование – отъединены или нет? Должен быть механизм сотрудничества органов государственной власти и религиозных объединений там, где совпадают их мандаты. И вот такая схема, она и обречена в формулу «веротерпимое государство». Спасибо. Довольно-таки исчерпывающе. У нас на связи есть Станислав. Он позвонил по телефону 6510-996. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. Вообще, конечно, вопрос о религии в Конституции довольно жестко сейчас стоит. И вот буквально, по-моему, каждые дни по телевидению и по радио идет обсуждение именно этой части. Очень активно, да, потому что было высказывание депутата Низулиной, да, довольно громкое такое. Вот буквально на днях еще было выступление какого-то монаха в Томской, по-моему, области, тоже довольно громкое. Которое, конечно, вот слова эксперта, который, да, вот принимал участие в написании проекта Конституции, да, который вот у вас гость, конечно, не совсем понятно, как можно учитывать вот такую высокую роль религии, да, если хорошо в ней разбираться, да. То есть, как бы положительных моментов, наверное, все-таки не так много, и история человеческой всей цивилизации, она показывает немножко обратное. Но это ваше мнение, Станислав. Степан Степанович сейчас сказал, что никакого мракобесия не допускается. Более того, вычленять только негативные части из религиозной истории и закрывать позитивные, это и есть мракобесия. Большая роль религии, конечно, она есть, и в плане культурной тоже, да, естественно, конечно, были и там положительные моменты, как бы не бывает, да, только черного, бывает и черное, и белое в любом начинании. Но в любом случае, мне кажется, что конституция, государство, правительство, оно все-таки в самом лучшем своем варианте должно быть абсолютно светским. И никакой конфессии, а у нас много национальное государство, да, и много конфессиональное. Неважно, сколько там, 80% у нас одной веры, 3-3 другой. Это нужно, как бы, учитывать всех, и, конечно, государству просто нейтралитет полный, включая массовую информацию, средства массовой информации, нигде не ангажировать себя ни к одной, ни к другой. Мне кажется, что вот это должно быть обязательно правительство на конституции. Спасибо. Вот тут несколько таких мелких-мелких передержек или недодержек, неважно. Дело в том, что, значит, должно быть светским. Откуда это долженствование? Мы долженствование выводим из расчетов, когда берем всю историю страны и формализуем факторы, которые делали страну успешной в те периоды, когда она была успешной, развивалась авторитетной, граждане были счастливы. И те антифакторы, которые приводили к катастрофам. И среди них формализую их, в том числе гуманитарные факторы, такие как идейно-духовные факторы, мировоззренческая определенность населения гражданина страны и роль, допустим, православия. Или коренного традиционного ислама в России, в формировании нации, общества, народа, самого государства. Это факторы позитивные, и это невкусовая оценка. Я лишь буду возражать против лобовой такой формулы, которую Елена Борисовна Мизулина предложила. Давайте выделим православие. Да, никакого мартолесия. Есть же еще один вопрос. Давайте выделим русский народ. В большинстве стран мира это так и делается, но делается деликатно и взвешенно. Мы русский народ и все братские российские народы, соединенные историей, судьбой, испытаниями, православие как ведущие, потому что ведущие по численности и по истории. И все традиционные государства, образующие значимые религии верования в России, уважаемые, имеют права там и так далее. Вот формулы. Хорошо. Мы тогда ставим религиозный аспект, потому что программа, к сожалению, слишком коротка. У нас сейчас на связи президент гуманитарного и политического центра, политологического, простите, центра, стратегия Геннадий Бурбалес. Геннадий, здравствуйте. Добрый вечер, добрый день. И вам аналогичный вопрос, действительно ли нужна замена Конституции или, может быть, улучшить механизм, который бы позволял исполнять законы положения старого документа? Юбилей в хорошем смысле стимулировал наш интерес к основному закону страны. И среди множества разных точек зрения я считаю, что в основе своей базовой ценности Конституции, ее нормы, ее принципы и дух является сегодня, пожалуй, единственным стабилизирующим, консолидирующим документом страны. И, конечно же, надо эту роль историческую Конституции ценить, беречь, сохранять, думать о тех недостатках и особенностях конституционного устройства, особенно в системе деятельности органов власти и управления, обязательно нужно. Совершенствовать эту систему тоже нужно, но не спешить с призывами «даешь новую Конституцию» или «давайте быстро-быстро менять, изменять то, что сегодня или нам не нравится по существу, или мешает эффективно и результативно управлять обществом, страной и деятельностью каждого гражданина». Геннадий Эдуардович, а Вы внимали президентскому посланию? Да, конечно. Что бы Вы хотели выделить в связи с этим? И как оно соотносится с нынешним законом? Требует ли новых изменений, трансформаций? Ну, мне кажется, что в отличие от предыдущих посланий, где напрямую говорилось о необходимости изменения тех или иных норм Конституции, в сегодняшнем президент Путин Владимир Владимирович был более корректен и осторожен, хотя подтвердил, что задача присоединения высшего арбитражного суда к Верховному суду, она уже не обсуждается. Но это, очевидно, потребует изменения в соответствующих статьях Конституции. Да, и у меня последний вопрос. Я его предлагаю задать Степану Степановичу, если у Вас есть, Геннадию Эдуардовичу. Ну, прежде всего, поприветствовать Геннадию Эдуардовичу, давнего знакомого соратника по романтическому политическому началу. Да, добрый день, Степан. Я знаю, что Вы написали новый текст Конституции. Ну, в числе соавторов. Знаете, мы, кто мы, Геннадию, 400 человек лет экспертного труда, в результате чего родился этот документ. И это не по тем заветам, которые мы с Вами в Вашингтоне тогда, будучи политическими щенками, в начале 90-х годов, получали. Это уже после второго университета, который 20 лет я, по крайней мере, проходил по жизни в России. Я с тобой не могу согласиться, что нужно беречь и ценить нынешний документ Конституции. Его исполнять надо, мы законопослушны. Но этот русофобский документ, который программирует вымирание русского народа, возьми демографические результаты, мы их только что просмотрели. И президент был неправ, ему подсунули совершенно неправильную демографическую справку сегодня. Это права и свободы, которые для богатого меньшинства реальны. Это асоциальность страны, в котором расслаиваются бедные, становятся беднее, а богатые становятся богаче, плоская подоходная ставка. Это право на самоопределение и сепаратистский потенциал. Останавливай, останавливай, а то не остановлюсь. Если мы вот так сразу с корнями вот это древо конституционализма российского, нового, еще формирующего, вытащим с тобой и посадим то... Кстати, много идей в вашей концепции, в тексте, мне очень близки, и я считаю стратегически весьма интересным. Но прошу тебя и тех 400 тысяч часов или веков, которые вы наработали, давайте пока, значит, вот эту могучую силу, ума, интеллекта, души, беспокойной, ответственной и прибережем. Поступательно будем. Спасибо, Геннадий Эдуардович. Страна в расколе, в конфронтации, и надо, конечно, учиться консенсусу. Мягко, плавно, ювелирно. На прямой связи с нашей студией был Геннадий Эдуардович Бурбулис. Это президент гуманитарного и политологического центра «Стратегия». У нас остается полминутки, я напомню о наших контактах. 65 10 99 6, код города Москвы 8 4 9 5. Либо пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Задавайте вопрос нашему гостю. Это Степан Сулакшинген, директор Центра научной и политической мысли и идеологии. Либо можете прокомментировать тезисы президентского послания. Ну а мы поговорим в последнюю четверть о различных дискриминациях, различных же меньшинств. И поговорим о денационализации и национализации активов Российской Федерации. Оставайтесь с нами. Госпрограмма «Парадокс» и его единомышленники считают, что в стране нужен новый вариант Конституции. Тот, который, в частности, вводит понятие политической оппозиции. В нынешнем документе его нет. Более того, в действующей Конституции фактически заложен механизм монополизации власти. Степан Степанович, вот некоторые эксперты называют нашу страну суперпрезидентской республикой. Насколько вы с этим согласны и по поводу монополизации власти? В действующей Конституции есть норма, странная, недоговоренная, но она имеет значительные последствия. Президент – это глава государства. Он не отнесен ни к исполнительнику, ни к законодательнику, ни к какой иной ветви, а вот к главе. Ну, значит, верхушка пирамида. Один человек – верхушка всей пирамиды власти в России. На это наложилась цивилизационная особенность тяготения к патернализму. Царь-батюшка, генсек, отец родной и так далее – это характерная фундаментальная черта русской и российской цивилизации. И вот эта суперпозиция, сложение привело к очень серьезной монополизации власти в нашей стране. Причем понятно, что если нет борьбы идей, нет дискурса, то не находятся наилучшие решения для государственного управления и развития страной. Поэтому есть такой показатель в нашей теории политического спектра, как ширина этого политического спектра. Нужна дискуссия, нужна политическая позиция. Но не та, которая с ножом или бомбой в кармане и лезет на манежку и подрывать ее, а профессиональная, легальная, открытая, публично действующая, защищенная законом и действующая в рамках закона. Поэтому в нашей конституции, в проекте написано, что есть такой институт, политическая позиция, выписаны его права, государство защищает эти права, дает трибуну, но требует профессиональности, законности, предъявления публичной платформы развития страны. Если политопозиция и ее лидеры придут к власти, они уже будут профессионально готовы отвечать за развитие страны. Они будут профессионалы, но с другим набором идей. И эта конкуренция, это абсолютно жизнетворная вещь. Нам дозвонился Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Да, добрый день. У вас по президентскому посланию или по проекту новой конституции? По проекту конституции. Да. Мне кажется, есть системная ошибка в том, что говорит один из авторов конституции, который связывает все проблемы современного общества с неправильно написанной, как он сказал, русофобской конституцией. На мой взгляд, проблема скорее не в этом. Проблема скорее в правоприменении и в дефектах этого правоприменения. И в неисполнении законов, я так понимаю. Именно так. Именно так. И прежде чем менять основу, которая, на мой взгляд, я юрист, она неплоха, нужно скорее разбираться с правоприменением. И есть вторая вещь, очень важная. У нас, к сожалению, за 20 лет развития страны появились существенные дефекты в этической составляющей развития нашего общества. Расскажите о них, этическая составляющая, в двух словах, чтобы мы с экспертом обсудили. Ну, нравственная база снарушилась. Степан Степанович об этом говорит и старается. И в этом проекте прописывается механизм исправления этических дефектов. Ну, я думаю, что это скорее не предмет регулирования институции. И, кстати, в этом свете хотелось бы вернуться к дискуссии по поводу религии и увязывания религиозных. Давайте религиоз ставим. Я вот готов уже комментировать. Дмитрий, давайте мы сейчас Степану Степановичу адресуем вопрос по правоприменению. Значит, есть очень интересная такая юридико-техническая или политика юридическая ошибка и ловушка. Вот говорится, Конституция ценность, ее не надо трогать. Надо заниматься правоприменением, которое как бы не исполняет предписание Конституции. Но правоприменение, вся пирамида законодательства в стране порождается самой Конституцией. Если она не способна запрограммировать исполнение самое себя, то вот цена в грошах такой Конституции становится совершенно очевидной. А я уже говорил, какие ловушки в тексте Конституции. Безответственность политических институтов, государственных органов власти и тому подобное. Поэтому правоприменением надо заниматься, но прежде всего его организует именно Конституция. А когда на нее повесили амбарный замок, не трогать в виде необходимости федерального конституционного закона, конституционного собрания, а его никто не собирается принимать, то начинаешь понимать, что эта Конституция действительно такая ловушка со сыром в середке. Вот у меня такой вопрос. И по поводу нравственности, извините, важнейшая тема. Ценностная картина выбора для народа и власти обязательно. Действующая Конституция ее запретила. Идеология это не собрание, там, не знаю, идей сходить пивка попить или еще что-нибудь. Идеология государственная, единая для страны. Это набор ценностей. В наших теоретических правовых работах предложен концепт в эволюционном ряду. Правовое, социальное государство. Какое будет дальше государство? Оно будет нравственным. Все институты, образование, культура, пропаганда, воспитание, уличная реклама и так далее, в обществе должны генерировать нравственность в личности и в человеке, чем, кстати, религия занимается. И это будущее. Наш проект устремлен в будущее. А нам говорят, да нет, сидите с этим кактусом, не надо вырывать его из почвы. Мы не садовники и не садоводческую тему сейчас обсуждаем. Но религия в том числе не только нравственными вопросами занимается. Да все остальные-то институты, это же не религиозные, образование, культура, гуманитарная наука, пропаганда, СМИ, реклама и так далее. Есть вопрос, вот не приведет ли вот это освобождение, введение норм и понятий об оппозиции к тому, что происходит сейчас на Украине? Я не имею в виду Майдан, а вот каждое второе решение президента и драка в парламенте. Каждая третья инициатива и блокирование парламента. Ну так эти же действия от отчаяния, когда оппонирующую мысль не хотят слышать, когда ее не выпускают на трибуну, когда закрывают рот. Ну крайне, по-моему, все в порядке, там у всех есть трибуны. А то и сажают в кутузку. Ну иначе бы не блокировали трибуну в Верховной Раде и так далее. Проблема в политической культуре. Когда запреты, то меры протеста принимают вот такой характер. А когда это разрешено, то постепенно это приходит цивилизованная дискуссия. Но не надо путать Майдан с национально-суверенной политической позицией. Там режиссеры сидят за границей Украины, точно так же, как относительно России. Уже готовы все те же схемы для нашего российского Майдана по тем же самым сценариям. Понятно. К нам даже Вадим дозвонился. К концу программы оживилась беседа. Здравствуйте, Вадим. У вас по президентскому посланию. Нет, у меня по Конституции как раз. Да, слушаем вас. Это такая тема. Жили трепещие. Извиняюсь, более трепещие. Хотел вот что. Во-первых, сказать, что действительно назрело. Я просто вспоминаю, каким галопом была принята вот эта действующая ныне Конституция. Ну да, после расстрела Белого дома. Ну смотрите, а сколько времени прошло? 20 лет. После октября? Два месяца. Нет, 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 нет. Два месяца до принятия новой Конституции. Мы, собственно, ее и обсудить тогда не успели. Значит, она сама по себе, эта Конституция временна. Она была необходима, конечно, на тот момент. Но сама по себе она и при таком исполнении, она временна, эта Конституция. Это как после Северальской революции необходимо было учредительное собрание. Вот то же самое. А сейчас назрела пора ее действительно всенародного такого принятия и обсуждения. Понял, понял, Вадим. Вот в этом случае у меня такой вопрос. Да. А каким образом вот наш сегодняшний... Степан Степанович Сулакшин. Гост Степан Степанович, да. Предполагает, каким образом можно вот, скажем, вот эти проекты Конституции внести и действительно утвердить законодательно, если у нас в Государственной Думе большинство принадлежит одной и той же, одной партии, и она, естественно, не собирается менять эту Конституцию, которая ей и придает это большинство. Понял, Вадим, спасибо. В человеческой практике есть только три возможности изменить Конституцию. Первое, это в силу законов, которые действуют, и для этого нужен закон о Конституционном собрании. Мы его проект разработали, предложили, но вы абсолютно правы, нынешний политический режим на это не пойдет. Второе, это, извините, революция, чего пожелать не хочется. Никому и никогда. И третье, это так называемый цезарянский вариант, когда лидер страны настолько сильный и политически мощный, что он практически собственноручно меняет эту Конституцию. Ну вот вам на выбор эти три версии, можете оценить их вероятность. То есть будем убеждать главу государства в том, что нужны перемены и перемены конкретные. У нас стоят всего лишь две минуты и как раз две темы по национализации и по дискриминации. По национализации у вас в проекте новой Конституции есть раздел, который посвящен национализации активов. Вот о нем поподробнее. Хотя, что можно за минуту подробно рассказать? Очень многое. Вопрос о доле государственной собственности в структуре всех основных фондов и активов страны принципиально важен. Если это ноль, то нет государства. Если это сто процентов, то это Советский Союз, который был неповоротлив, неэффективен и развалился. Мы не распугаем инвесторов? Да не распугаем. Если государство выбирает эту долю оптимальной, то тогда экономика устойчива, тогда государство инвестирует само, и инвестор понимает, в этой стране инвестиции уважают, я туда пойду, они будут синдицированы с государственными инвестициями, застрахованы, как в Китае, и будет развитие. А у нас, извините, 19% воловые накопления к ВВП, а в Китае 49%. От государства, его госрасходов бюджета, объема имущества, зависит успешность страны и ее привлекательность. Это не пресловутый инвестиционный климат, болтовня вроде там кактусов, корней, садоводчества и так далее. Это экономическая привлекательность для очень прагматичного инвестора. И государство здесь игрок номер один. И последний вопрос, ровно 50 секунд остается до конца программы. В проекте новой конституции есть раздел, который посвящен дискриминации меньшинств. Меньшинств религиозным, национальным, инвалидам и прочее-прочее. Но нет одного вида меньшинств, дискриминация которых сейчас на слуху и больше всего волнует Европу и другие иностранные регионы. Можно очень коротко. Как будем развиваться в этом направлении? Это принципиальный вопрос. Человеческое достоинство не зависит ни от расы, ни от национальности, ни от социального положения, ни от места жительства, ни от пола и так далее. Это принцип. Это достоинство должно уважаться и защищаться во всех социальных институтах. Трудоустройство, доступа к благам, доступа к власти, доступа к иным источникам жизни для человека. Для этого нужны регуляции и главный принцип. Но есть принцип не превратить меньшинство в узурпатора над большинством. Большое спасибо. Это была программа «Парадокс», посвящена проекту новой конституции России.